Здравствуйте! FIO K3 версии 2021 года это портативный ЦАПа-усилитель стоимостью 329 белорусских рублей. И в отличие от своего предшественника, здесь установлен другой ЦАП вместо AK4452 ES9038Q2M. И у меня были большие опасения по поводу того, что благодаря своему обновлению немного изменится характер звучания. Все-таки старая версия выделялась тем, что она достаточно агрессивная по своей подаче и таким образом помогала каким-то не самым лучшим наушникам в плане детальности. То есть могла создать такой эффект псевдодетальности и благодаря этому звучание было более приятным для восприятия. И наверное стоит хотя бы пару слов сказать о том, что он вообще из себя представляет. Это ЦАП-усилитель, то есть есть и ЦАП и усилитель, при этом встроенного аккумулятора у него нет, поэтому будет питаться непосредственно от транспорта. Ноутбука, компьютера, либо же какого-то другого устройства. Соответственно из разъемов на вход у нас есть USB и при этом возможности по выходу у нас здесь просто очень богатые. Это и коаксиальный, и оптический, это непосредственно линейный выход. И на лицевой стороне мы можем найти разъем небалансный 3,5 мм и 2,5 мм балансный. Ну и также регуляторы, один из которых отвечает за увеличение низких частот и второй за непосредственно усиление. То есть больше, либо же меньше. И по характеру звучания он все-таки немного изменился. То есть не сказать, что теперь он зазвучал как-то плохо, либо же печально, он стал более нейтральным. То есть уже такой надбавочной именно яркости, можно так выразиться, у него стало значительно меньше, но при этом он все равно звучит хорошо. То есть у Fio есть такое интересное разграничение, что когда устройство, это касается в принципе и наушников, и плееров по усилителям, чем они дороже, тем они становятся более нейтральны. И здесь единственное исключение, которое я помню, это Fio FD5, то есть наушники, которые стоят уже вроде как так, приличников вполне себе, но у них все равно сохраняется такая веселость подачи. То есть все равно в музыкальность они уходят. И как раз таки K3 это уже переход к какому-то более серьезному уровню, соответственно он уже не старается быть каким-то прям сверхмузыкальным и сильно как-то приукрасить звучание. Он ближе к нейтральности. И при этом по своей аналитике, по тому, насколько он позволяет раскрыть наушники, в общем-то он полностью соответствует своей стоимости. Он не пытается выйти куда-то дальше к тому же K5 Pro, здесь опять-таки запас по мощности не позволяет. Не пытается конкурировать с какими-то Hi-Fi плеерами, там а-ля Fio M11 Plus LTD. Ну понятно, что он будет уступать ему по своей аналитике. Но все равно он звучит неплохо. Послушал с теми же, где они уже спрятал. Fio FH5S мне понравилось. То есть я понимаю, что это такое достаточно сбалансированное звучание. Опять-таки немного приукрашенное, но не сильно, нет каких-то явно выделяющихся частот. И при этом устройство себя прекрасно чувствует как на низкой, так и на высокой громкости. В некоторых случаях, какую-нибудь попсятинку послушать, конечно, усиление низких частот, оно играет свою роль. То есть низкие частоты добавляются пусть и ощутимо, но не настолько агрессивно. То есть именно воздействует четко на то, чтобы добавить немножечко, даже не веса, я бы сказал, а на количество низких частот. И оно срабатывает. Все, послушал трек, где тебе это нужно, отключил обратно, чтобы низкие частоты были на том уровне, на котором они и должны быть. То есть без какого-то добавления. Поэтому в целом устройство интересное. То есть рассказывать о нем заново смысла особого нет, потому что он во всем остальном повторяет своего предшественника. Ну и единственное, что по подаче стал немножечко проще. То есть для того, чтобы сравнить их полностью по тому, насколько они хороши, насколько по качеству звучания. Стал ли он лучше, либо же хуже, к сожалению, такой возможности нет, так как третьего предыдущего поколения сейчас на руках нет. Поэтому сказать сложно. Но опять же, хорошее, добротное устройство. Оно никак не взрывает рынок, не делает каких-то сверхоткрытий в своем бюджете. Но оно просто адекватное, компактное, маленький, красивый ЦАП-усилитель. Все. Можно пользоваться. Поэтому думаю, что буду закругляться с ними. Так все понятно. Если он заинтересовал, то по ссылке в описании сможете найти его. Если вы являетесь его владельцем, либо же являлись, то ваши какие-то впечатления также будут полезны в комментариях. На этом буду закругляться. Большое вам спасибо за просмотр данного видео. Впечатления. Желаю вам счастья и здоровья. До скорых встреч.